всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот штучку веселая лепка игровой набор из магазина фикс прайс за 199 рублей какая-то вот такая вот очень интересная штучка кстати плюс 6 так здесь что-то на наборе должно быть вот она тут наверное да то что должно быть тобой мне даже самой очень интересно и кстати вот краски которые нам понадобятся на нее мне вот был уже обзор может краски посмотрели они тоже продаются фикс прайсе за 99 рублей не мне вот они лежат рядышком мы сейчас будем с вами проверять смотреть что-то пытаться сделать наверное мне даже само интересно что же там внутри такое вот здесь конечно нарисованы все но все равно это интересно и давайте же и и откроем так все дальше коробка пустая так это наверно подставка смотрите тут дальше упаковано пакетик все это радует поставочка так здесь есть всякие штучки сюда видимо закладываешь тесто и потом ты мне только интересно каким образом оттуда от лепляющих вот мне это непонятно с этой стороны тоже какая-то макарошка сердечко листочка креветка здесь кексик тут клубничка наверное то что у нас получается печенька горошек сарделька цветочек еще цветочек я думаю это сарделька вот здесь она выглядит так кстати пластик довольно жесткий мне почему-то казалось что она прям такая мягенькая плотная хорошая не мягкая так здесь ой а тут она тут она двигается а ну вот видимо наверное сюда кладешь иначе просто она выезжает точно и она выезжает через эти вот штучки наверное наверное просто знаете здесь вот какие то вот такие вот штучки как будто какие то полочки как будто вниз закладываешь и оно там что то происходит поэтому как то я так думаю так посмотрим что у нас здесь есть так это что машинка интересно кораблик из этого кстати даже можно в будущем если ребенок с вами может печь печеньки кораблики напечь правда если вы это хорошо помоете конечно так здесь еще акула даже такая штучка правда с одной стороны всего лишь это держалка как то а с другой стороны может так удобнее ну немножечко мягенькая но плотная здесь тоже вылететь может или сломаться такая прикольная так клубнички они с геннадца должны видимо тут есть торчащие штучки тут ямочки кстати хорошо так открываются мне казалось что он сейчас закроется плотно там и все ну да видимо закладываете сюда тесто закрываете потом открываете и у вас полноценная клубничка можно тесто оно затвердевает и можно даже для игры я думаю наделать таких разнообразных клубничек даже мне кажется можно белый белое тесто взять положить его маленькие в эти вот дырочки в двух сторон да вот сверху красный и прям будет великолепно оно потом застынет и будет игрушка то есть допустим можно поиграть в магазин там и так далее так ракета у нас прям для мальчика я смотрю здесь здесь у нас цветочек здесь даже с ямочкой точно такой же так кит у нас тут а это вот видимо штучки которые как раз одеваются она закручивается да можно до конца не закручивать оставить ее как-нибудь вот так чтобы потом 3 часа не мучиться и не открывать она закручивается да это интереснее макарошка так у нас там был цветочек здесь макарошка здесь лапшичка да такая прикольно кстати наверное вот эта чашечка здесь чья-то ресница лежит уже чашечка такая маленькая вообще ну прям блин если вот этот аппарат он такой большой нормальный то есть взрослый человек может играть в него то чашечка здесь конечно маленькая так а то я думаю что такое тут зеленая лежит это у нас который отрезает пиццу делать например слоник класс слоник а еще сердечко так ладно значит у нас сейчас с вами затянется все это надолго короче вот так вот у нас получается клубничка вот эти вот штучки и вот они сами вот эти для теста то есть в принципе довольно много деталей мне кажется очень будет интересно и давайте попробуем наверное попробуем давайте с красного начнем красный цвет как раз его будет не так видно в желтом аппарате вернее наоборот будет видно мы поймем что там и как там не знаю даже сколько там надо закладывать чуть-чуть его погреем ну вроде бы я читала отзывы он там не должен застрять так кладем туда его засовываем а вот вам видно да его засунули нажимаем ага пошел на надо было другой цвет ой господи отвалилась все таки ладно без нее попробую чтобы он был виднее так а а то он падает у меня а я думала он назад полез так опа весь нажала отрываем так там остается такой немножечко короче пластилина остается его надо было просто закрепить лучше видимо вот еще на эти не хватает здесь ножа который вот так шмяк и зак это отрезать кстати а чем я буду резать я что-то не пойму вот это что ли штука я должна отрезать цветочек или в следующем наборе нет нет не этим хотя вот что-то короче такое вот получается у меня такой цветочек если здесь еще взять какой-нибудь острый ножичек и отрезать то будет довольно они будут ну могут получиться конечно плоские и видеть цветочка или вот что-то типа такого вот вот и на короче нужен нож так здесь у нас что с вами какую сторону то я покрутила опа так это у нас остается чистая здесь у нас с вами остается пластилин который нужно вычистить по всей видимости который у нас застынет как это делается как она снимается нет не снимается никак а как она очищается ооооо слушайте ну это класс конечно а внутри там все красное просто блин там плохо видно но короче внутри там сплошняком вот она все красное от этого пластилина не знаю почему нужно было с маслом смазывать что ли и большой вопрос теперь как это все вычищать потому что она там застынет скорее всего как-то это не совсем удобно не знаю как сделают остальные это будет потом не очень красиво когда полезет какой там белый цвет соприкоснется вместе с красным короче сейчас я почищу кстати у меня даже парень смотрите покраснел этого пластилина короче я что-то там смогла вычистила но это не особо ладно не знаю как это все вычищать не знаю что я сделала конкретно не так почему там все внутри осталось давайте да кстати тут у меня всего полно давайте попробуем с вами что-то сделаем здесь в этом сердечко скорее всего это вот так делается она нас а себя отрепливается вот она отпадает ненужная слава богу сама отпадает все таки удобно когда она без этой штучки держишь в руках вот так теперь надо достать достается почти достала ну смотрите если не смотреть еще на мой палец достала я прикольно получается давайте попробуем тут разравниваем ее даже слишком большеватый а хотя нет так мы еще сделаем будем ее разравнивать наоборот вот так вот так вот вот ну кружок а ну да делаем кружок кладем ее туда и прожимаем прожимаем пока у нас все не вылезет тут теперь открываем и тут у нас смотрите получается вот она берем за хвостик да только надо было хорошенечко тут это перемешать ну смотрите отрывается так хорошо вылезет хорошо там кстати ничего не осталось лишнего получилась клубничка но ножа все равно по прежнему не хватает мне так ну ладно этот попробовать давайте попробуем цветочек сейчас мы попробуем ее сомнем хорошо сделаем кружочек мне все равно делается как то это всякими дети наверное это умеют делать все так интересно напишите в комментариях сломался она у вас или нет эта штучка так закладываем сейчас все полезет по бокам и нажимаем опа по бокам все вылезло что ж такое так вытаскиваем и получается тут у меня цветочек аккуратненький такой хорошенький цветочек тут видимо надо этим заниматься почаще тут можно уголки складить ну такой смотрите ничего себе получился нормальный хорошенький так ну ладно с этим разобрались так что то мы с вами видели а здесь еще сердечко а ну да все правильно да да точно так ну давайте проверим теперь эту штуковину она кстати с какими-то ямочками двумя с одной стороны а не с обоих сторон наверное стоит ее вот так прижать все таки в а там и и и и и и и и а Так, ну ладно. Что-то у нас там такое. Он не испачкался почти. Ну и хочу я, конечно же, слона. У меня будет красный слон. Опа. Что-то слой все равно толстый. Поднимаем. Пожалуйста, слон. Заказывали слона? Пожалуйста, вам слон. Так, это мы убираем. Слон. Довольно симпатичный слоник. Представляете, если он еще полностью вот так высохнет. Блин, опять не хватает. Не хватает мне ножа опять. Ладно, я попробую вот этим. Сделать. Ему ножки надо сделать. Тут вот. И у него получается. Тут ножка. И вот. Тут что ли ножка. Ну да, наверное, давайте так. Надо будет потом посмотреть, где там у слона ноги-то заканчиваются. Ой. Что-то она не валовит. Опа. Так, это лишнее. Что-то у меня лишняя нога, по-моему, получилась. Вот. Короче, вышла я из положения. Сделала слону ногу. Сейчас я ему еще сделаю хвост. Еще забыли хвост сделать. Опа. Так вот. О! Смотрите, классно получилось. Только что-то как-то опять не то. По-моему, поменьше надо было делать ноги. Потоньше, потоньше, да. И у нас получается вот так. О! Получается довольно красиво. А, вам еще не видно добавок. Сейчас вам покажу. А можно, кстати, сделать еще толстого слона. Вот. А если еще у вас очень-очень уйма времени, то вы можете кучу накупить пластилина и просто целыми днями дома, кстати, на карантине, сидеть и делать фигурки. Потом они у вас застынут, например. Или купить, может быть, полимерную глину. Только ее сюда нельзя отправлять. Вот. И делать вот благодаря вот этим вот какие-то такие фигурочки, да. А потом можно будет, допустим, здесь приделать какую-нибудь... Как ее? Короче, приделать какую-нибудь козявку, и можно будет вешать ее на грудь. На кофточку. На сумку и так далее. Ну, поняли. Вот так, кстати, красиво довольно получилось. Такой слоник. Его можно потолще сделать. Было бы. Вот. Желтенький. Там, кстати, написано на поселении, что можно смешивать даже цвета. А, то, что они, да, мешаются хорошо. Сейчас мы с вами попробуем сделать еще слона потолще немножко. Получится мне это или нет. Там, где мой слон-то? Батюшкин. А, вот он. Да, туда же, кстати, есть преграда. Опа. Опа. Может быть, это для того, чтобы было удобнее нажимать. Так. Вот получился толстый слон, пожалуйста. Блин, ну опять не хватает мне ножа. Я бы сейчас этим ножом ему сделала бы... Его бы сгладила, например. Вот тут вот чуть-чуть. Я бы сейчас ему этим ножом сделала бы... Или какую-нибудь палочку. Которой, кстати, тоже нету. Я бы ему глазки сделала. А я должна глазки ему делать тем же самым, самим же ножом, этим слоном. Вот ему. Глазки. О, слушайте, тут можно еще... Здесь можно еще очень-очень долго просидеть, кстати, и приделать слону уши, например. Ракете можно доделать огонь. Допустим, если вы еще купите какой-нибудь свет. Типа это будет примерно вот так. Не знаю, там видно, не видно. Палец прям грязный, такой кошмар. Я его чищала там. Ну, короче, всем понятно, всем все поняли. Есть чашечка. Так, мы с вами, в принципе, все попробовали. А, ну, единственное, кстати, вот эта, мне кажется, она не будет... Так, сейчас я... Беру. Не будет, наверное, особо резать. Это может быть, наверное, когда вы уже пиццу сделаете и будете резать. Хотя тут для пиццы, в принципе, особо нет ничего. Разве что только сарделька. Хотя нет. Полни себе так. А, ну она за место ножа, видимо, отрезала. И остается, кстати, на столе полосочки. Ну, они легко смываются. То есть, если вы... Вернее, у вас ребенок полепил. Обычно у меня ребенок, когда полепит, у него потом таких козявок очень много на столе лежат. Я просто беру вот так вот, вот-вот. И их вот таким образом собираю. Все. То есть, пластилин к пластилину прилипает. Важно не оставлять, потому что они потом засохнут. И уже нет смысла их класть сюда же. Вот. Там вот я тоже, вот, смотри, осталась. Вот, ладно. У нас с вами обзор затянется, я чувствую. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Смотрите также наши другие ролики, наши обзоры на технику, обзоры на продукты, продукты и товары из фикс-прайса, из других магазинов, светофор, победа из обычных магазинов, на всякие там шоколадки, вкусняшки. Также обзор на технику, наушники там, беспроводные, блютусы и все такое. Видеокамеры там всякие. Также есть у нас влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся. У меня сыночек как раз играет. Такие вот всякие. И, возможно, во влоге или в занятиях, скорее всего, это выйдет. Вот посмотрите, как играет у меня ребенок. Моему ребенку 2 года и 9 месяцев. И ему это довольно интересно. Хотя там написано на коробочке, по-моему, плюс 6. Вроде бы, да. Но я думаю, его это заинтересует очень. Вот. На сегодня это все. Подписывайтесь обязательно, пишите свои комментарии, что я сделала неправильно. И напишите обязательно в комментариях, у вас точно так же застревает здесь или нет. Может быть, надо подсолнечным маслом было смазать. Или я не знаю, что с этим делать и как это вообще вычищать. Обязательно пишите в комментариях. Мне будет интересно ваше мнение. Также ставьте лайки. Я старалась для вас сделать обзор. Это было действительно очень интересно. Если бы, конечно, у меня было очень уйма времени, я бы тут застряла бы на целый день. Потому что фантазия появляется все больше и больше. Пока начинаешь делать одну штучку, на следующую штучку уже появляется другая идея. Вот. И обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии. С вами был канал Artmania. И всем пока-пока.